Партнер этого выпуска наш любимый сайт Авитоавто В прошлых видосиках мы с вами подбирали машины для дрифта А сегодня я подумал, давайте выберем машину на повседнев Подписчики, которые со мной с самого начала, я думаю, знают, что я давно уже мечтаю о Lexus GS300 Как машину на повседнев и вижу ее просто идеальной В соотношении цена, качество, комфорт и эксплуатации автомобиля Заходим на Авитоавто, вписываем модель и марку авто Также впишем сразу год Они делались с 98 по 2005 год Но поставим 2004 год, чтобы не вылезали другие кузова На самом деле машина довольно редкая Поэтому ищем ее по всей стране, в разных городах И, конечно же, я бы хотел себе черный цвет или какой-нибудь темный, темно-синий, например Машина выглядит очень круто, как по мне Ценники начинаются от 250, ну и, соответственно, выше там уже за 500 есть, конечно И самое главное, что почти все запчасти подходят с Toyota Arista Которых вводится распилами очень много Соответственно, можно очень дешево покупать запчасти Я уже открыл для себя несколько вариантов Вот, например, в Питере очень дорогой ценник 675 Lexus GS430 У них там две вариации есть Есть Lexus GS300 Мотор 2JZ-GE, то есть атмосферный А есть Lexus GS430 У него мотор UZ 4.3 Соответственно, у него очень большой налог Там налог что-то за 280 сил У нас в Питере за 40 тысяч Этот вариант, конечно же, нам не пойдет Вот в Москве темно-синий Это, кстати, бывшее авто моего знакомого Вот предложение, например, из Архангельска За 400 тысяч Тоже симпатичный такой, черного цвета На Авито можно легко проверить продавца Нажав на его имя или аватарку И можно смотреть лоты, которые у него сейчас в продаже Или есть завершенные лоты Вот он разные автозапчасти продает, диски Это помогает лучше узнать продавца И повысить прозрачность сделки Я выбрал несколько вариантов Теперь давайте их посмотрим вживую Приехали в Boost Motors Привезли Lexus Пацаны сейчас будут его осматривать Вот тут, как минимум, уже аморты капота не работают, да? Тут самое важное, конечно, посмотреть, какой он по кузову У этих машин очень большие проблемы с кузовом именно Чуть-то они, особенно с задней стороны, как бы гниют все По фоткам мне казалось, что он черного цвета Он оказался темно-синего Короче, первые проблемы Не поднять машину пока что по нормальным местам Расскажешь, что там было сейчас, да? У нас порога остался только пластик весь Тут стоит тюнинг и стаб Рога тут нету такого Он замят наверх, его надо переваривать там, как минимум Тут проблемы со шлангами То есть она не то, что не охлаждается Она не охлаждается вообще Это, конечно, надо все исправлять Очень много всяких таких мелочей, которые надо будет делать и делать на этой машине Типа там в тормозах Стопоры не поставлены Вот это вот Что-то просто зачистить и покрасить грунтом Я здесь еще порядок не наладил Скажу вам пару слов про этот Lexus, который мы только что смотрели На самом деле я давно его хотел посмотреть Долго ждал, пока хозяин его дособерет Обслужит, как он рассказывал И вот наконец-то мы его посмотрели Мне он с виду изначально показался очень неплохим Особенно ночью на стоянке Но как только загнали мы его в сервис И ребята из Moos Motors посмотрели его Я, конечно, пал в печаль И даже такие ништяки, как пневмодиски, тормоза Не спасли ситуацию Все-таки прежде всего надо искать хороший кузов Потому что все можно заменить, кроме кузова А эти машины славятся тем, как раз, что Они все гнилые, к сожалению Очень часто переваривают Варят крылья с аристы, как раз Переставляют двери с аристы И в этом, в принципе, ничего плохого Если машина сделана хорошо То есть, если вы варите крыло После того, как вы все покрасили Обработаете все, например, изнутри, как минимум И такие всякие мелкие косячки На которые, в принципе, можно было закрыть глаза Но, например, вот эта вот трубочка Которая шла с радиатора на охлаждение коробки Когда ее можно было просто вот так вот обрезать И не пускать ее вот так Ну, это сразу видно, что делал ее мастер С руками не оттуда Также у нее еще плохо работала печка Не работали воздуховоды Еще, кстати, эта машина была на газу Я сначала вообще испугался Но потом прочитал, что очень распространенная тема Что на GS ставят газ Насколько я знаю, что газом не должно пахнуть в машине А в ней как раз немножко пахло Первые впечатления о машине Когда там в нее садитесь Вам должно очень нравиться И ничего практически не должно отталкивать Если, конечно, это вы не покупаете какой-нибудь кузов Хотя вам тоже должен нравиться А здесь пахло газом Поэтому я подумал, нет, точно нет Ну, конечно же, его можно снять Но все равно Также я общался по еще одному варианту Который находился в Карелии И уже думал туда выезжать Но так сложилось, что продавец Кстати, сливовод у него слива S15 Он приехал в Питер И я созвонился с ним, чтобы встретиться И посмотреть его Lexus Помпу я заказывал Не, она сама по себе свежая Помпа И подшипник тоже Переказывает Здесь, кстати, гниют подрамники Он тут лучше, чем на том По крайней мере А он сейчас не промят Он держит сейчас И, видимо, там черный Нормальный сейчас Там вот спереди пороги подмяты, но они вроде не гнилые Здесь Включим по обоим сторонам Все, разобрали Итак, мы тут тест-драйвим Lexus В принципе, мне очень нравится, как он едет Ну не то, чтобы он какой-то там мощный был Нет, просто комфортно В принципе, как я и ожидал После долгих-долгих переговоров В общем, я взял эту машину Это Lexus GS Тот, который я мечтал прям В хорошем состоянии Мне оно реально понравилось Я сравнивал с другими Ребят вот оставил тут На скейте поедут В свой город Спасибо вам большое Спасибо тебе, Серега Кстати, купил у настоящего дрифтера Вам расскажу Пока-пока Короче, я на самом деле очень рад Купец Что я купил себе машину Но еще даже не верю в это С утра выпал снежок Интересно, надолго ли он Ну что, вот вам при свете дня На самом деле очень рад покупке До сих пор не верится Что наконец-то Наконец-то свершилось то Что я планировал уже в течение трех лет Но вы сами знаете Когда имеешь корч Или какую-то машину Проект Ты начинаешь копить на что-то другое И все время берешь сам у себя в долг Вот тут не хватает Тут не хватает Тут что-то надо заплатить А тут поремонтировать Вот сейчас наконец-то настало это время Купил эту машину Не сказать бы, что она какая-то дорогая Для меня лично на вид Она стоит реально как будто Больше 500 тысяч А на самом деле это сегмент авто За 350 Вот так скажем Как я уже говорил Что меня в этом кузове Привлекло именно то Что, во-первых Это большой седан Комфортный седан И это считается Тфу-тфу-тфу, конечно Но одна из самых надежных машин У нее стоит 2GZ атмосферный Который очень надежный мотор Сам кузов с частями Не имеет практически никаких там Болячек, лютых Но кроме того, что они гниют Да, но мы выбрали экземпляр Более-менее Поэтому все хорошо Ну и самый главный ништяк Это то, что Подходят запчасти с японской Аристой И они стоят реально не очень дорого Так же, как на сливу Так же, как на морчки То есть там двери по 1500 Можно найти Стекла там по 500 По 1000 Обвесов куча на нее продается Всяких Вертекс По 15 тысяч По 10 тысяч Можно найти Машина вся, можно сказать На электронике, да Но эта электроника Очень простейшая Реально То есть нет ничего сложного Я уже представляю Как я летом Хотя я не хочу делать Никакие проекты Но я по-любому летом Поставлю свои World Wheels Си-РК И которые сюда Возможно куплю подвесочку Кстати Бушные винты Стоят в среднем По 15 тысяч рублей Можно найти за 10 Не знаю Может винты поставлю Если, конечно Попадется какая-нибудь Клевая пневма Бюджетная То может быть даже пневма Но проект-проект Пока делать не в планах Вот так она выглядит внутри Как я уже говорил Что салон довольно ухоженный Такой Сейчас вам покажу Тут ништяки Вот, например Регулировка сидений Электрическая Также спинка регулируется Все это дело Регулируется руль Ну, соответственно Зеркала И тут есть память водителя Вот у меня уже настроена На единичку Вот само все делается Очень круто Также сзади тоже Очень комфортно сидеть Если честно Первый из планов После того, как я обслужу машину То есть поменяю все запчасти Которую надо поменять Это затонировать тачку Не знаю Вкруг, не вкруг Но затонировать Придать какого-то уюта Вы все знаете Что я против тонировки На проектах А это автоб На повседневку Хочется создать Некий такой уют внутри Чтобы тебя никто не видел Снаружи Знаете, что больше всего Меня радует в этой машине То, что она заднеприводная Я думаю По снежку можно навалить Потому что тут отключается Как раз стабилизация Тут можно включить Например, вторую скорость И, конечно же Радует то, что эту машину Можно полностью обслуживать самому В ней ничего сложного Какие-то мелкие запчасти Типа там подшипников Вот то, что надо менять Тоже, в принципе, ищется легко Пробивать по каталогам И ждать их недолго Вот еще один ништяк Получил номера Такие Это Е почти Все на самом деле Очень быстро получилось Впервые в машине Нет хомутов Чтобы прицепить номер Сейчас вот тут рядом Магаз был Купил поштучно Эта задача не было Поэтому Они мне надавали хомутов Поставил на учет Лексус Очень быстро это произошло Я был даже к такому не готов Потому что все мои Прошлые постановки на учет Были очень долгие И снятие с учета гольфа Тоже были долгие Почему-то А, и закресел, да Ну тут машина стоковая В принципе К ней даже не докопаться У нее все хорошо Тонировки нету Сейчас впервые на нем Стою в пробке Конечно, очень комфортно Я привык просто В спартанских условиях Все, то есть как гольф был в ковшах Я сидел Естественно, слива Ковши, каркас Ну, жига, естественно Тоже ковши Потом каркас Все это дребезжание Никогда, можно сказать Не ездил В таком комфорте Да, владельцы новых автомобилей Каких-нибудь за 2005 год И так далее Особенно Бэх, Мерседесов Скажут, что это все Доисторически Такой уже комфорт Но для меня Это вообще топ-жир Сидение с памятью Регулировка руля Электронная Все в коже светлой Ну, очень круто На самом деле Салон тут очень хорошо Еще раз повторю Сохранился Теперь осталось залечить Косяки, которые тут есть Например, вот сейчас заметил Что руль недостаточно А сам возвращается То есть он возвращается Но не так, как хотелось бы Страховка на такую машину У которой 222 силы в ПТС Вышла недешевая Почти 10 тысяч Кстати, как на сливу Соответственно, плюс еще Техосмотр Также, естественно Расходы на переоформление Решил не оставлять Карельские номера Захотел питерские Тоже за них надо было Естественно, доплатить Полторы тысячи, по-моему Также тут надо поменять Дворнички сразу Датчик омывайки Тут тоже барагозит что-то Потому что омывайка есть В бачке Дисплей у муафона Когда радио включаешь Он пиксели битый Очень много их Заехал в Букс Моторс Сейчас будем пробовать Обслуживать Лексус Начнем с дверной карты Снять ее Потому что снаружи Дверь не открывается И там какие-то проблемы Именно в ручке В наружной ручке Просто минута Дверная карта снята В принципе, нам надо Посмотреть на ручку Ручку мы с Серегой сняли Сломана тут резьба И вот сломано Это крепление Которое держит тягу Поэтому дверь не открывалась Другую ручку Мы покупать не будем Пришли наши запчасти Я тут заклеиваю ручку В итоге после осмотра Там надо было заменить Нижние сайлентблоки В рычагах Один рычаг Шаровой И левый подшипник Ступицы Передний На самом деле Здесь был Передавлен шланг Поэтому надо было Снять суппорт И получается перевернуть его Сейчас все окей Вчера Lexus Немножко обслужили Получается поменяли Подшипник ступицы И рычаг с шаровой Здесь нельзя поменять Отдельно шаровую Она идет вместе с рычагом И когда прикручивали датчик АБС Что-то пошло не так И сейчас Когда притормаживаешь На маленькой скорости Кого-то срабатывает АБС Едем это исправлять Также после того Как починили ручку Поняли что Центральный замок Оказывается на правой двери Не работает Напряжение на него поступает А центральный замок Сам не щелкает Я уже нашел Центральный замок Еду покупать Продолжим заниматься Lexus Купили сейчас Центральный замок Правой двери Короче прикол в том Что в Евроавто Продали центральный замок Без активатора Причем на сайте У них на фотках То есть этот активатор То его нету Надеюсь кто-нибудь Поможет мне из инстаграма И привезет Быстренько Потому что это Другой части города Датчик АБС Серега снял Почистил Прикрутил обратно Надо сейчас затестировать Также была не подключена Антенна Я не знаю Она просто была Вот так вот сделана Тут явно Не сток антенна какая-то Это так Она вообще не ловит Если просто соединить два проводка По колхозному Она работает лучше В стоке она должна выезжать Но это не работает Работает кстати куда лучше Такой вышел Вытащил Слышишь Пацаны приехали На забавной Шестерке О с флейками покрашено Сами красили Слушай ну прикольно вышло Это монтана Плюс лак Клево Тут супер лайфхак Крутой губы Это спойлер от эскорта Немножко оторвалось Но кстати смотрится нечеток Круто Необычно Идет процесс заваривания Отверстий То что я сделал тут с антенной Лучше не показывать Колхозинг лютый Но она лучше играет Надо заказать антенну Контракт Но какие-нибудь может быть Еще способы придумать Илья приехал из Евроавто Привез мне запчасть Спасибо тебе большое Вообще Крутяк Работает Что-то пошло не так И машина не захотела ехать прямо То есть Включаешь D И она не едет Включаешь заднюю скорость Она едет сама То есть когда отпускаешь тормоза Как будто она зависла на тормозах Чудеса какие-то На самом деле в первый раз такое встречаем Сейчас вот все нормально Поставил на D Отпускаю тормоз И едет машина Это мы всего лишь сейчас поправили датчик АБС Благодарочку Просто высылаю Бус Моторсу Которая мне помогает В обслуживании машины А всем зрителям своим говорю Что если у вас Мазда То по-любому едьте туда Или вы хотите купить Мазду То тоже по-любому едьте туда По Маздам они спецы Какой день я там тусуюсь И постоянно приезжают Маздоводы Постоянно 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 Мне вообще нравятся сервисы Которые заточены Под какие-то одни конкретные машины Понятно, что они занимаются Всеми машинами Да? В общем То есть и Жигу могут сделать Там и Тойоту Но когда вот Именно есть какая-то направленность Это очень круто Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok